В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! Ледоход на Северной Двине закончился. Несмотря на не совсем весеннюю погоду, пара летней навигации наступила. Она уже объявлена капитаном порта. В северных районах города из-за скопления льда в прибрежной полосе по-прежнему работают буксиры. Большая же часть от Стравитян пересела на пассажирские теплоходы. Тему продолжит Алексей Карельский. Лед покинул акваторию Северной Двины в районе центра города. Разошлись по причалам и буксиры, которые перевозили жителей островных территорий межледовых масс. Перевозили, кстати, безвозмездно, то есть даром. Нас много лет возили ведь заплатно, а потом вдруг повезли нас бесплатно. Мы думаем, что это акция какая-либо, что-то спонсоры какие заплатили. Как выяснилось, заплатила за все мэрия Архангельска. Совместно с депутатами Гордумы она нашла средства на решение проблемы, несмотря на напряженный муниципальный бюджет. В мэрии города Архангельска 2014 год заключен муниципальный контракт с Архангельским речным портом на сумму 43 миллиона 300 тысяч рублей. Этих денег достаточно для организации перевозки организованных групп людей буксирами в весенний период и в осенне-зимний период, когда у нас ледоход и ледостав. Муниципалитет заказал перевозки, речпорт договор исполнил без нареканий. Связь с островами ни разу не прервалась. Эти перевозки очень важны, очень важны, необходимы для нашего населения, для нашей переправы. С 5 мая между островными территориями курсируют уже не буксиры, а теплоходы. Сейчас уже в данный момент второй день, как открыта летняя навигация. По тем же направлениям, что в том году полностью согласно расписанию, согласно договоров все выполняются рейсы, без замечаний, без поломок. Всего на линию вышли 7 теплоходов. Несмотря на солидный возраст, с функцией общественного транспорта они справляются. Речные пассажирские перевозки в Архангельске осуществляются действительно на высоком качественном уровне. Казалось бы, теплоходу «Бахаш» в этом году исполняется уже 70 лет. Однако год назад здесь был проведен капитальный ремонт двигателя, а также установлен новый современный дизель-генератор. Он не только обеспечивает бесперебойную работу самого теплохода, но и поставляет тепло во все внутренние помещения. Пассажирам действительно комфортно. Об удобстве и безопасности пассажиров подумали и администрации округов, которые своевременно подготовили причалы. Сейчас на контроле мэрии установка плавучего причала для сообщения по линии «Экономия» 29-й лесозавод. Алексей Карельский, Илья Сумароков, Панорама Севера. Двухмесячник по наведению порядка в городе продолжается. В двух районах Архангельска, на Воровино-Факторе и Северном округе побывала моя коллега Мария Воробьева. В округе Воровино-Факторе ветер перемен с приходом весны дует с выгребных ям. Летят мусор, бумага, пыль, пакеты. Картина неприятная, но для жительницы третьего дома по улице 1-й ленинградский переулок Виктории Сумароковой довольно привычная. Виктория, скажите, пожалуйста, почему у вас в дворе так грязно? Наша управляющая компания ТСЖ Воровино-Факторе. Приехали один раз, увезли только одну машину и все. Вызывали второй раз, как бы уже два месяца просто бездейственно. В ТСЖ Воровино-Факторе факт бездействия со своей стороны отрицают. Мы стараемся раз в квартал хотя бы чистить эти выгреба. Ну и как бы получается у нас чистить. Вооружившись калькулятором, руководитель ТСЖ познакомила и нашу съемочную группу. С мусорной арифметикой третьего дома 1-го ленинградского переулка. С дома получается за услуги дворника 728 рублей. В месяц 728 рублей. И сюда же входит попутный вывоз ЖБО, и вывоз ТБО прибавляется. Получается вот полторы тысячи с дома. Сумма очень маленькая. Потому что по существующим расценкам аренда только машины специализированной, вот этого мусоровоза, она обходится 1200 рублей в час. Чтобы яму вычистить, нужно затратить от трех часов. Если жители хотят чаще вывозить мусор, то есть надо вот как-то решить сколько раз, что для этого нужно, повысить расценки, или какую-то другую организацию привлечь. Эти вопросы жители 1-го ленинградского переулка должны решить на общих собраниях собственников жилья. В противном случае им так и придется сетовать на неубранные дворы и неотзывчивость УК. Да, и не стоит пренебрегать другой простой истиной. Чисто там, где не сорят. Судя по всему, этим здесь никто похвастаться не может. Как и в других районах города. На улице Кировская, 13, что в северном округе Архангельска, этот пакет белым флагом развивается над вытаившим мусором. Он готов сдаться бригаде подрядчика, которая будет здесь по графику с минуты на минуту. Маршрут борцов за чистоту проложен через набережную. Мы начали работу с 16 апреля и уже 5,5 тонн вывезли мусора. Территория северного округа 9,5 тысяч гектар земли. За чистоту в местах общего пользования отвечает администрация округа. Мы контролируем, каким образом на сегодня производится уборка у торговых павильонов, торговых магазинов. Сегодня оповещены все учебные заведения федерального, областного значения, муниципального значения. Более 25 советов домов получили у нас мешки. Сегодня можно видеть, что уже на протяжении второй недели у многоквартирных домов люди наводят порядок. Общегородские субботники в Архангельске – важное подспорье в наведении чистоты в своем городе. Но санитарная пятница в рамках двухмесячника актуальна каждый день. Выйти во двор и убрать мусор перед собственными окнами могут все. А необходимый инвентарь можно получить в своей управляющей компании или в администрации округа. Мария Воробьева, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Архангельске более 6 тысяч многоквартирных домов. Из них 75% – деревянные. Их для своих сотрудников когда-то строили предприятия лесной отрасли. В 90-е годы требующие ремонта ведомственное жилье было передано муниципалитету. Сегодня в этих домах продолжают жить люди в надежде на получение комфортных квартир. Суждено ли сбыться этим планом? Ответ в материале Артемия Заварзина. Главным камнем преткновения в решении жилищного вопроса стали существующие тарифы на оплату коммунальных услуг. Они не способны покрыть затраты на содержание и капремонт с деревянных домов, более полутора тысяч из которых признаны сегодня аварийными или ветхими. Ключом к решению жилищного вопроса призвана стать региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденная правительством области. Однако, смущая только установленный размер обязательного платежа по капремонту в деревянных домах – 6 рублей 10 копеек за квадратный метр, ведь эта сумма в 6 раз ниже необходимой, не утешает и то, что собираемость платежей по деревянному жилфонду не превышает 60%, что повышает риск жилого дома стать аварийным. Те, чьи дома имеют такой статус, могут рассчитывать на поддержку фонда содействия реформированию ЖКХ. Правда, только в том случае, если дом признан аварийным до 1 января 2012 года. Но с этого времени и до сегодняшнего дня таких домов насчитывается уже 142. Как быть? Областной программы, способной решить квартирный вопрос для жителей аварийных и ветхих домов – нет. Количество обращений в суд растет. А в выделении средств тем, кто желает получить вместо квадратных метров денежную компенсацию, муниципалитету отказано. Городу в одиночку с этой проблемой, безусловно, не справиться. Тут только нужна помощь области. Других-то у нас вариантов просто нет. Тут мы в одной лодке, в одном окопе. Просто надо собираться, находить компромиссы и дополнительно изыскивать источники финансирования и из областного бюджета. В ожидании помощи от правительства области мэрия Архангельска сделала первый шаг. Приняла городскую программу развития застроенных территорий. По ней застройщики расселят более 180 жилых домов. В настоящий момент холдинга «Макелон Вест» выиграно 3 аукциона по освоению застроенных территорий. В настоящий момент расселено где-то 48 семей. Данная программа способствует строительству жилья в городе и решает проблемы с расселением жильцов из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в Архангельске по федеральной программе расселения аварийного жилья строятся только малоэтажные дома, поскольку требование закона, по которому в городе могли бы возводиться и многоэтажки, не выполняется. Суть этого требования такова. Многоэтажное строительство возможно лишь при условии, что 70% домов будут оборудованы общедомовыми приборами учета. Если по электро- и теплощетчикам обеспечение архангельских домов этим нормам соответствует, то по установке водосчетчиков мы пока далеки от идеала. Приборы имеют только 19% домов города. Построить дом еще не значит ввести его в эксплуатацию. Для этого необходимо провести все коммуникации, в том числе и водоснабжение. Тут фонд реформирования ЖКХ также мог бы помочь, выделив средства на многоэтажное строительство. При условии субсидирования регионом установки общедомовых счетчиков на воду. Но правительство области на такой шаг не пошло. Более того, просьбы муниципального предприятия «Водоканал» о приведении тарифа на воду к экономически обоснованному региональным агентствам по тарифам и ценам до сих пор не услышаны. Таким образом, неэффективное тарифное регулирование и привело к образованию убытков предприятия. В случае, если платежеспособность предприятия в части погашения и основных затрат, и заемных средств, и возможность инвестирования в эту отрасль, конечно, будут заложены в тарифах на водоснабжение и водоотведение для муфодоканала «Архангельска», я думаю, что любой инвестор и любая инвестиционная кредитная организация готова будет прийти в регион и работать не только на усовершенствование и модернизацию и строительство новых сетей, и не только водоснабжение и водоотведение, но и в других отраслях именно обеспечения жизнедеятельности горожан. Тем не менее, мэрия города выделила 270 миллионов рублей на инженерные сети, чтобы уже в этом году построить 16 домов. Три из них возводятся на улице Конзихинская, 13 – в Цыгловине. Квартиры получат жители 47 аварийных деревяшек. Всего за два последних года в Архангельске в строй было введено более 160 тысяч квадратных метров жилья. Объединение усилий муниципальной и областной власти эту цифру, безусловно, увеличит. В продолжении жилищной темы. Сегодня состоялось торжественное вручение ключей новоселам ветеранского дома на Ленинградском проспекте. Ордера от квартир получили 108 ветеранов Великой Отечественной. Продолжит Виктор Кузнецов. Перед вручением ключей от долгожданных квартир новоселов ждало небольшое испытание. Погода преподнесла сегодня неприятный сюрприз. Но это никак не повлило на настроение ветеранов. Я желаю, чтобы в этом доме всегда было тепло, уют, взаимопонимание и любовь. Чтобы вы больше не знали проблем, связанных с коммуналкой. Я желаю вам всем крепкого здоровья, достатка, благополучия, ну и, конечно, долгих лет жизни. После коротких выступлений состоялась раздача ключей. Главы исполнительной и законодательной власти региона разделили эту почетную миссию между собой. Лариса Ивановна Потапова – ветеран труда и друженик тыла. Ключи от квартиры получила одну из первых. Ждала ее очень давно. Мечтала. Мечтала. Я так нажилась в деревянном холодном доме. Квартиры хорошие, теплые, веселые, светло. Самое главное – тепло. Въезжать в новую квартиру Лариса Ивановна планирует после 9 мая. Но сегодня уже устроила первое чаепитие, на которое пригласила спикера областного собрания и губернатора. Игорь Орлов дал оценку работе своей команды и строителей, проделанной за последний год. По-человечески, как руководителю было очень важно сдать этот дом. И очень, конечно же, хотелось сдать в преддверии праздника. К счастью, все получилось. И я сегодня могу сказать, что все те решения, которые были приняты на этапе его строительства, на завершающем, имеется в виду, этапе строительства, были все правильные. Контроль за качеством проведенных работ будет продолжен и после новоселья. Строительная компания берет дом в управлении. И все недоделки, если они появятся, будут устраняться в рамках гарантийных обязательств самим подрядчикам. Виктор Кузнецов, Алексей Шершов, Панорама Севера. С начала февраля в столице Поморья восьмой раз стартовала акция «Родители к девы». А это значит, что еще у нескольких малышей из детских домов Архангельска появился шанс. Насколько необходимы подобные акции и нужно ли брать на воспитание приемных детей? Об этом мы спросили наших горожан. Каково их мнение, узнаем из традиционного опроса Александры Гореловой. Я считаю, что дети не виноваты, что у них были такие родители, которые когда-то от них отказались. Им все равно в жизни нужны люди, которые будут их поддерживать, всегда любить, воспитывать. Вот. Поэтому я считаю, что нужно берите. Любому ребенку нужны родители. И если он будет воспитываться в том же детском доме, то все равно это будет не то. И все равно проблемы ведь какие-то существуют в этих домах. Ну, дело добровольное абсолютно и, в принципе, хорошее. У кого есть возможность, конечно, в принципе, есть стремление. Самое главное – воспитать ребенка, чужого ребенка для этой семьи. Сделать его своим. Я думаю, что это хорошо. Детей на воспитание брать можно, даже нужно. У кого есть возможность, желание. Я считаю, возможность сейчас у многих есть людей взять. С 2006 года Муниципальный Центр охраны прав детства при поддержке мэрии Архангельска проводит акцию «Родители к девы», направленную на поиск и привлечение людей, желающих стать приемными родителями. Как проходит эта акция, об этом мы поговорим с директором Центра охраны прав детства Ольгой Васильевной Илюшиной. Ольга Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Акция «Родители к девы» проходит уже не первый год. Вы можете сказать немного статистики, за это время много ли семей обрели детей приемных? Вообще акция «Родители к девы» в Центре охраны прав детства проводится с 2006 года. И с 3 февраля 2014 года акция стартовала уже в восьмой раз. Хочется сказать, что по итогам предыдущего года, 2013 года, он для нас был несколько интересный, в каком плане мы попытались привлечь внимание общественности к тем детям, которые не в младенческом возрасте потеряли родителей, так скажем, остались без попечения родителей, а дети уже более старшего возраста, подростки. И мы попытались разместить в рамках этой акции детей более старшего возраста. Это было 22 ребенка до 13 лет. И нас очень радует то, что 12 детей из этой акции обрели семью. Хочется также еще сказать о том, что в рамках предыдущей акции, 2013 года, по итогам этой акции, две сестрички обрели счастливую семью и брат с сестрой. Поэтому для нас это очень хорошие показатели и результаты. А существует статистика, вот много детей, которые ждут своих родителей? Вообще в городе Архангельске уже в среднем можно сказать цифру следующую, что 300 детей остаются без попечения родителей ежегодно. Поэтому достаточно большая цифра. Вы отслеживаете судьбу детей? Конечно, да. Все дети, которые уходят в семьи, в замечающие семьи, они находятся на сопровождении наших специалистов, их сопровождают психологи, социальные педагоги, врач-педиатр. Мы даем рекомендации, каким образом лучше выстроить общение с ребенком. Потому что это естественно, когда в семье появляется ребенок, свой даже родной ребенок, возникает проблема. Когда возникают проблемы с приемным ребенком, следует обращаться к специалистам для того, чтобы получить компетентные ответы на вопросы. Поэтому в течение первого года все семьи сопровождаются нашими специалистами, а далее по запросам. А часто дети уезжают из Архангельска? По-разному. В основном, конечно, остаются в городе Архангельске, но уезжают за пределы Архангельской области, за пределы Архангельской области. А какие семьи в основном берут детей? Если... Вообще ситуация, конечно, индивидуальная, сугубо индивидуальная. Но если вывести такой, скажем, собирательный портрет приемного родителя по итогам прошлого года, по итогам результатов исследования, можно сказать, что это женщина 35-40 лет с высшим образованием, которая имеет достаточно хороший доход. И поэтому вот эта вот собирательная картина является кандидатом в приемные родители, так скажем. А вообще, конечно, все случаи индивидуальные. Берут и не только молодые вот такие женщины средних лет, и молодые женщины, и постарше, и семьи. Поэтому я сказала, такой несколько собирательный образ. Ольга Васильевна, а что вы посоветуете, куда обратиться людям, желающим взять в свою семью приемного ребенка? Конечно, все те, кто принимает такое серьезное решение, те, кто готов подарить свое тепло, ласку приемному ребеночку, или, может быть, ваши дети уже выросли, и вы готовы запомнить вот эту вот несколько пустоту веселым детским смехом. Поэтому я бы рекомендовала обращаться к нам в Центр охраны прав детства, где специалисты уже конкретно направят вас, куда нужно обращаться. Либо можно обращаться в свой территориальный округ, в органы опеки и попечительства, где также вам дадут компетентную консультацию. А как долго будет проходить эта акция? Акция, она постоянно в течение года проходит. В следующем году мы планируем следующую акцию. Поэтому этот процесс бесконечен, непрерывен. И наша задача каждому ребенку найти счастливую семью и обеспечить его право на счастливое детство. Ольга Васильевна, спасибо. А я напомню, у нас в гостях была директор городского центра охраны прав детства Ольга Васильевна Илюшина. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. В Архангельске состоялся аукцион, по итогам которого комплекс зданий бывшего пивоваренного завода на улице Попова был продан за 34 миллиона 234 тысячи рублей. Покупателем стало общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология». Собственник обязан обеспечивать сохранность памятника, содержать его в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Объект может использоваться только в качестве административно-торговых помещений или для неразрушающего производства. В Волгограде, где сейчас проходят 13-е Всероссийские молодежные дельфийские игры, а также первые открытые европейские дельфийские игры, представители сборной Архангельской области завоевали два золота, три бронзы и серебро. Лауреатами стали детский фольклорный ансамбль «Парата Баска», учащийся школу номер 6 города Северодвинска Екатерина Осипова, тележурналисты из Холмогор Владимир Голубов и Михаил Косарев. Третий большой пасхальный фестиваль искусств завершился в Архангельске. По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила с 21 апреля по 3 мая прошли концерты на площадках нескольких городов и районов Поморья. О финальных аккордах музыкального праздника узнаем прямо сейчас. Последние минуты перед выступлением, легкое волнение и особый торжественный настрой. Сегодня для артистов главное донести светлое и радостное чувство, рожденное самыми первыми пасхальными днями. Это самое трудное, кстати, в исполнении, вообще даже не само исполнение, там ноты и какие-то нюансы, а именно вот тот настрой и те слова. Вот самые первые, вот если удастся нам выйти и спеть вот с этим первым настроением пасхальным, сегодня, когда уже третья неделя после Пасхи идет, я думаю, что тогда выступлению удастся. Но кто-никак солисты архиерейского смешанного хора знают, музыка, льющаяся от сердца, всегда найдет свой точный отклик в душах зрителей. Фестиваль объединяет всех – участников любительских и профессиональных коллективов, представителей юного и старшего поколения и даже жителей разных городов. Мы приехали из Нижнего Новгорода. Мы тоже очень рады, что нас приглашают. Нам здесь очень нравится. Богатая северная традиция – это просто отдельный кладезь вообще русского фольклора. Это северная музыка. Закрытие пасхального фестиваля искусств состоялось в канун Дня Святых Жен Мироносец. Женщин, которые, отправившись в гробу Господню, первыми узнали о воскресении Христа. Слова поздравления с наступающим православным женским праздником произнес митрополит архангельский холмогорский Даниил. Вы являетесь той искоркой, а кто-то является и пламенем, костром, который способен отогреть ледяные сердца мужской половины, вдохнуть в них вместе с любовью и верой и надеждой. Всех вас еще раз поздравляю с этим замечательным праздником. Христос воскресе! Христос воскресе! Фестиваль завершен, но заряда духовной энергии, радости и сердечной теплоты хватит его зрителям на целый год. Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, Автограф дня. Ветераны, первостроители поселка Вычигодский Котласского района готовятся к Дню Победы. И огурцы солят, и песни разучивают, и в общественной жизни поселка принимают активное участие. Рассказывают наши коллеги из Котласа. И огурцы тоже с нами? Да, он все с нами. Про таких, как Николай Федорович Гулякин, говорят. Крепкий орешек. 10 мая ему стокнет 85. Он в отличной форме, ухаживает за собой, домом, дачным участком, выращивает овощи и делает из них потрясающие заготовки. Не надо больше. Вкусно. Очень вкусно. Николай Федорович – труженик тыла, почетный железнодорожник, ветеран труда, почетный гражданин Котласа. Его трудовая биография началась в Великую Отечественную войну. Ему тогда было 12 лет. У нас вот у детей того возраста такое понятие не было. Я устал, не хочу. А мы работали от зари до зари. Голодные, хлеба нет. В 1949 году, после окончания железнодорожного техникума, Гулякин приехал по распределению на станцию Сальвычегодск. И вместе с другими такими же энтузиастами поднимал и развивал поселок железнодорожников. Он помнит, каким был Вычегодский 65 лет назад. В 1949 году мы уже переезжаем сюда. Майские праздники. Красота 1, 2 мая. Уже депо новенькое. Поселочек небольшой. Радостное. Общежитие. Ветераны поселка – активные общественники. Они участвуют в субботниках, обязательно приходят на встречи с представителями власти, активно голосуют на выборах. Получается, именно они, убеленные сединами и умудренные жизненным опытом, в первую очередь влияют на развитие поселка. А еще ветераны там с удовольствием занимаются в разных самодеятельных коллективах, выступают во всех праздничных программах. Я люблю тебя, предков наследства, наш поселок на высшие дни. Не случайно череду мероприятий, посвященных 65-летию Вычегодского, открыла уникальная встреча ветеранов-первостроителей. Это был концерт с участием пожилых артистов. Летопись поселка, собранная по крупицам, с помощью очевидцев и воспроизведенная со сцены Дома культуры для всех поколений вычегодцев. 9 мая круглосуточный городской телеканал «ПС» посвятит свой эфир 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В полдень в 12 часов мы начинаем прямую трансляцию митинга памяти с площади мира у Вечного огня «Никто не забыт» и «Ничто не забыто». В 13.00 прямое включение с улиц города. Торжественным маршем пройдут войска Архангельского гарнизона и участники Бессмертного полка. В 14 часов смотрите прямую трансляцию праздничного концерта «Но помнит мир спасенный» с участием Северного русского народного хора. Затем в 22.00 молодежная программа «Мы дети твои победа». И в 23.00 впервые в прямом эфире вы увидите, как небо Архангельска раскрасит победный праздничный салют. Встречайте победу с телеканалом «ПС». В Архангельске прошел крупный всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Беломорские надежды». В этом году он выявил лучших уже 42-й раз. Чья школа гимнастики оказалась сильнее, расскажет Константин Рудаков. Традиционный турнир городов России по спортивной гимнастике собрал самый представительный состав за последние годы. Побороться за медали соревнований приехали 70 спортсменов из городов северо-запада России. В сей год у нас приехало много участников. Впервые приехали спортсмены из города Старая Русса, Новгородская область. Приехали спортсмены из города Санкт-Петербург, из детской спортивной школы Центрального района. Приехали спортсмены из Новодвинска, северодвинска. И девочки приехали из города Онеги. Хозяева турнира были представлены воспитанниками спортивной школы номер два. Особенно сильны позиции гимнасток столицы Поморья. В результате отличная работа на снарядах девчонки из Архангельска заняли весь пьедестал подсчета по программе мастеров спорта. А победила Анна Крылова. Ну, виду вот так же у нас вольные упражнения, бревно, упорная кожелка и брусья. Мне больше всего нравятся вольные упражнения. У меня там все получается. Не знаю. Ну, вот брусья еще люблю. Мужчин в абсолютном первенстве вне конкуренции оказались гимнасты из Северодвинска. Роман Русанов, Дмитрий Тарасенко и Лев Кошелев оставили без медалей гостей турнира. Да и вообще этот сезон у ребят сверхудачный. В этом году в Великом Новгороде на чемпионате Северо-Западного федерального округа Архангельская область была первое место. Обыграла за первые за восемь лет. Мы сделали это. Мы сейчас очень в хорошей форме. Были много соревнований. То есть, хорошие оценки, хорошие результаты. Впереди у спортсменов по морю финал спартакиады России, который пройдет в середине июня в Пензе. Открытие 17-го мотосезона в Котласе пришлось на 1 май. Праздник любителей двухколесной техники был одет в кожу, пах бензином и ревел голосами сотен моторов. Байкеры со всей России выставили на конкурс своих стальных коней. В Котласе такие мототусовки начали практиковать 17 лет назад. Сначала около десятка любителей мотоциклов собирались стихийно. Когда к движению присоединилось более полусотни байкеров, их праздник обрел поддержку госавтоинспекторов. И теперь они сопровождают шумную колонну во время езды по городу. В этот год число участников бьет все рекорды. Примерно около 150 единиц техники сегодня. Участники из Санкт-Петербурга, Вологды, Сыктывкара, Великого Устюга, Коряжного, Вычегодский все приехали к нам в гости, чтобы хорошо провести время. А вот традиция выводить в свет мотоциклы советских лет, похоже, отмирает. 18-летний Никита Старцев из Шипицна чуть ли не единственный, кто приехал на шоу на стареньком, но крепком Урале с коляской. У меня папа ездил, дед ездил. Я вот, наверное, продолжаю эту традицию. Мне вот нравятся все-таки такие мотоциклы, что Урал очень отличается своей проходимостью и прочностью. Так что я вот лучше на своем, как говорится, на родном. Организаторы, ветераны Котловского мотоцикла, признались на свой байкерский Первомай приглашений не шлют. Мотоциклисты всей страны знают, что праздник обязательно состоится и сами приезжают на него. Так постоянный участник Борис Ильин на этот раз показал свое детище и гордость. Вот этот трайк. Чудо техники, сконструированное из мотора от 99-й и нескольких мотоциклов, победила в номинации «Лучшая самоделка» и в конкурсе на самый громкий выхлоп, так как по пути из Сыктывкара в Котлос у трайка... Самую большую разгонял пока 120, пока еще бацикл не проверенный, первые покатушки, больше как бы еще не ездил. Ну и зависит все от дороги. Дорога хорошая, он едет. Дорога плохая, он не едет. В обычной жизни эти люди носят костюмы и галстуки, работают в офисе. Но каждую свободную минуту они проводят на мотосайтах и ждут, не дождутся, когда стает снег, чтобы наконец-то облачиться в кожу и выгулить своего железного коня. Душа радуется, когда сидишь на мотоцикле. Эйфория, когда садишься на мотоцикл. Красота, все, свободное движение. Геннадий Прокопьев из Великого Устюга самый старший участник праздника. Ему 67 лет. Любопытно, что мотоциклом мужчина обзавелся только выйдя на пенсию. Зато теперь это его любимое хобби. А встреча 1 мая в Котлосе – традиция. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 7 мая доллар США 35 рублей 66 копеек. Евро 49 рублей 5 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее в прямом эфире программа «В центре внимания». Тема разговора – отцы и дети. На ваши вопросы ответит психолог Владимир Кузнецов. Звоните 639-717. Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте, это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Смартфоны и социальные сети оплетают нас словно лоза. Улыбайтесь друг другу чаще, глядя прямо в глаза. Итак, о погоде на 7 мая. Среда в Архангельской области. В Котласе сильный ветер, пасмурно, дождь и температура воздуха плюс 3. В Плесецке также пасмурно, сильный снег и 0 градусов на термометре. И в Вельске также пройдет снег, облачно, ветер сильный. И, конечно, о погоде в Архангельске. Утром минус 2 на термометре, пасмурно, небольшой снег, ветер умеренный. Днем потеплеет до нуля, также снег и пасмурно. Вечером облачно, возможен снег, температура воздуха минус 3 и слабый ветер. Ветер на улице, ветер в голове. Ветер в голове, а я влюбленный во всех девчонок своего двора. В мире столько мест, где я еще ни разу не был. Вот и пришло время где-нибудь да побывать. До встречи на телеканале ПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА